МОЛОДЕСЬ! Для меня сегодня женский образ. Лично я за унисекс. Этот образ, конечно, дорабатывать надо. Он андрогенный, да? Физического тела. Это классика будущего. Я кончу. Приятно вонять должен. Все стоит. Курс. Конкрафтмастер. Мы переносим. Просто шесть. Попробуйте сделать лучше. Глаза наливаются и вот прямо. Если деньги не будут давать. Обувь чищу. У нас небольшое изменение. В прошлом выпуске мы говорили об этом. Курс. Конкрафтмастер. Мы переносим с января на март месяц. Итак, друзья. Курс. Конкрафтмастер. Второй поток. стартует 11 марта 2019 года. Курс. 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 полотенце для плите я нашел несколько образов хэнкрафтинг образ это вот такие даже стрижку такой подобрал креативно вот здесь тоже такая рубашка джемпер как можно назвать он такой кредит креативный можно отнести все это будущее что это будет и что это мы можем продвигать мы читаем моду нашего клиента мне кажется что он мастер хэнкрафт он должен быть визуально не такой яркий то есть непосредственно в своем салоне но как бы энергетически что-либо по одежде ну лично я за унисекс вот здесь это классика но он как бы граничит со спортом недоклассика такая чуть-чуть мы знаем что мастер хэнкрафт может быть не только мужчина но и женщина у меня сегодня женский образ это необычные часы эта девушка в черном но все равно какие то есть аксессуары какие-то не яркие какие-то акценты я не нашел то что искал поэтому век компьютерных технологий мой калаш будет в электронном виде то есть я отталкивался от стилей но близких мне по духу это интеллектуал и футуризм если емко сказать это классика будущего ну этот образ конечно дорабатывать надо под человека который стрижет такие вот мешковатые штаны строгая униформа она может быть как куртка сделано так и рубашкой то есть такие трансформы я я хочу одет я представляю себе мастера девушек допустим в каких-то геометрический классический и со спортом что-то такое вот тяжелая обувь какой-то платформе в то же время спорт тоже время классика то есть это парикмахерская как бы будущего на фоне тех что сейчас существует обычных парикмахерских там салонов каких-то там стиле модных барбершопов то есть то что там одежду будущего классика будущего лейхаркрафт рейхмахерская тоже самое одежда должна быть прежде всего удобной ну и не там не стягивающие не сковывающие движения ну в первую очередь обувь должна удобно если мне кажется такие кроссовочки подойдут такие же кроссовки и вот допустим костюм он андрогенный да подходит как мужчине так и женщине мне кажется как футуризм тоже да технология будущего можно такую какую-то черную куртку с металлическим отливом чисто такого черно-белого в классической одежде она может быть немного свободной но в любом случае вот сдержанная форма стрижку музыку потому что мастер-харкрафта все таки должен наверно отличаться от других мастеров потому что чтобы видел форму стрижки чтобы его работа отличалась от других и конечно должен стремиться всегда работать над собой больше стремиться побеждать брать губки в общем творчество творческая элита дело не из легких образ вот этой девушки мне очень нравится она такая модная даже вот украшение немножко под ее стиль любовь к принтам у нее ну и стиль на мне кажется очень отходит к нашему образу ну не сказали марина у вас там есть то чего нет других работ у вас есть интересные принты заметили принты на одежде которые не явные тоже отцелают футуризм к чему-то сказочного вижу себя как мастера хэндкрафта именно вот в таком восточном стиле свободный светлый вверх не сковывающие движения удобная обувь спортивная удобные брюки чистота блузок убила снежный цвет признак чистоты ну в этом будет в такой форме блузка скрытость физического тела скажем так чтобы не было какой то так отвлекающих моментов в работе с мужчинами а больше было направлено на внутреннее и внешнее созерцание я нас хэндкрафтеров себя как бы в будущем вижу таким я вижу себя наследником да вот нашего на самом деле нашей культуры которая сейчас у нас процветать начала нас и себя в том числе вижу наследником этой культуры и хочу показать своим калаше то что у меня здесь верх одежды классика идет черная да вот черная рубашка ну не может также может быть и белая рубашка но только вот строго классика тем самым должен быть и спортивным то есть если что нужно будет опор дать если деньги не буду давать конечно он должен хорошо вонять приятно вонять должен и стильные часики тоже мне кажется не помешают в общем мы должны быть королями своего дела я не знаю что сказать вот такой образ футуризм есть закрытость есть философия недосказанности стиль один все можно собрать в один единый калаш чувствуете одинаково на самом деле задача была не из простых найти в журнале то что нужно потому что я вот так бегло и журнала пробежался и тоже не нашел того что я хотел бы по-настоящему видеть вот но из того что конечно вот изложили то что действительно допустим мне ближе всего это тоже вот вот это это вот это то что саша пособирал что-то что проводит какую-то ниточку вот с восточной мудростью но не уходя сильно в тот же самый восток ну что у нас сегодня заключительный день работы стилистики сегодня мы поработали с коллажной техники с образом хот-крафт сегодня ребята уже так попрощаются с грустью в глазах какие ощущения вот от всего происходящего какой фидбэк о ребятах насколько это оказалось полезным действительно я вижу первое что ребята очень стараются ребятам не все дается легко многое приходится для себя открывать сталкиваться с чем-то чего они раньше не касались мода разные направления креативные направления но это хорошо это развивает их творческое мышление я вижу что они работают над собой как бы им ни было тяжело все равно работают стараются делают поработали с цветом тоже открыли для себя дверку в мир цвета поиграли с цветовыми сочетаниями мне очень понравилось что они сделали коллажи последнего задания имидж хендкрафтера в одном стиле это значит что они чувствуют друг друга они чувствуют это направление они чувствуют стиль который их может всех обобщать роднить у каждого есть свой взгляд но тем не менее он как-то похож перекликаются одно и другое так что ребята молодцы прям здорово на самом деле меня впечатлило то что ну совсем немножко времени прошло совсем немного они позанимались стилистикой у некоторых чувствуется еще небольшая такая путаница в голове относительно стилей но мне понравилось то что многие ребята уже начали выражать мысли не просто как-то там а уже конкретно применяя какие-то стили рассказывая что вот это в себя включает то-то и вот эти их выражения они становятся настолько емкими что ты действительно смотришь на него и думаешь о этот человек разбирается то есть появляется профессиональный язык да именно профессиональный язык очень хорошо это классно тем не менее мы сейчас проведем небольшую работу над усилением этой программы чтобы с каждым новым курсом с нами было еще интересней интересней да и чтобы мы росли точно спасибо вам ребят за то что вы с нами за то что вы смотрите ставите лайки делитесь этим видео с друзьями поддерживайте участников те за кого вы болеете Наталья спасибо вам большое рада сотрудничать спасибо отлично пока я буду угощать какую угощать ты угощать будем всех абсолютно присоединяйтесь работаю в лаборатории Велла профессионал Велла нам предоставила отличный материал. Вот, тестируем. У нас все вроде как получается. Извините, потому что он каждый вечер приходит, и это перед этим. Антон, Антон меня учит, учи меня, чтоб я не позорился. Это продукция Велла, блондаран. Чуть порошка добавить. Один к одному. Один к одному. Порошок осветляющий и окислительный. Корни будут темнее, концы светлее. Все стоит. Лак не помешал. Съездил на море, в прятки. А сам на море не ездил. Сходил к нам. Обувь чищу. Получается? Очень хорошо получается. На живом? На живом. Наверное. В зависимости от того, что мы хотим. Если светлее, подольше, там минут сорок возьмем лежать. Три рубля кучка. Круто-штучка. Кучки-три штучки. Надо вытирать руки, либо голову. Они универсальны вообще. Полотенцы, это универсальная вещь. Допустим, человек простудился, от картошечки скипятил. Раз, на кастрюльке, полотенцы. Распарить лицо при бритье. Вытереть волосы, лицо, другие части тела. Что еще можно? Можно использовать как шар. Раз, раз. Все, куда считай стильный шар, контраст. Друзья, ну что, всем привет. У нас сегодня шестая неделя. Меделя, утро, вторник. Мы вчера попрощались с Натальей Матвеевой. У нас закончилась стилистика, у нас закончилась колористика. И сегодня у нас плотная неделя по стрижечкам. В конце недели придет Андрей Живаев и будет у нас тату. Это тоже будет очень интересно, очень любопытно. Все занятия проходят степ-бай-степ, шаг за шагом с тренером. Сейчас, на данный момент, ребята выполняют построение теменной зоны. Сейчас будет пару интересных моментов, которые мы вам покажем. квадратной плоскости, зоне лица, плоскости лица. Даже если у клиента низкий рост волос, для чего мы отделяем челку? То есть нам нужно... Сейчас мы посмотрим, как ребята будут присоединять зону челки к темной зоне. Снимем то, насколько они делают это правильно и качественно. Обязательно покажем вам работу до и обязательно покажем работу после того, когда мы проведем с ними небольшую работу над ошибками и поправим немножечко ручки, пойдемте с вами. Нет? Не знаю. Везде идет у нас проекция челки. Какая у нас здесь проекция челки? То есть эту проекцию мы должны продлять дальше. Смотрите, что я вчера чуть-чуть ага. Да если бы ага. Если бы ага. Учила, учила. Когда, ребята, будете присоединять темную зону челки, зовите. В общем, нормально. В общем, хорошо плоскость чувствует. С линии контроля смотри. Сейчас. Видишь? Нет, ты тянешь правильно. В такой же проекции тяни, как и тянуло. Сейчас один очень важный момент. Это то, насколько мы должны прочувствовать зону челки, зону теменую и плоскость, в которой мы будем это присоединять. Сейчас мы немножко с лейвлой поработаем, потом включимся в эфир. Давайте посмотрим. Я еще сам, честно говоря, не знаю, что тут лейвлой сейчас делает. Сейчас вам и не покажет нам, да, ничего? Спасибо. Давайте посмотрим. Изменения какие-нибудь есть в работе руками? Молодец! Глаза боятся, а руки делают. А четыре глаза еще больше боится. Результат какой-никакой есть, плоскость выдерживает. Пойдемте к Наталье, посмотрим, что у нее там. Она уже достаточно долго это делает. По-моему, очень неплохо, ребят. Вам кажется, может быть, с той стороны экрана, что у нас здесь все очень весело и классно. На самом деле, иногда молния через весь учебный класс летит. Там у некоторых глаза наливаются и вот прямо хотят вот чуть-чуть заплакать. Но на самом деле не всегда через такое легкое типа настроение можно прийти к какому-то результату. Иногда приходится чуть-чуть жестковато наехать, потому что тогда приходит какая-то концентрация, обида. Да что я, блин, не могу что ли, и получается результат. В общем, мы продолжаем. Мы сейчас укладываем и судим. У меня здесь случай был, после колористики кто-то не вытер раковину. Я забыл ее протереть, потому что я работаю один и в моем кресле никогда никого не бывает. А у меня клиент пришел, то есть я вижу, что у него очень дорогая майка. И когда он читает с мойки, у него вот здесь два пятна черных осталось, короче. Я на них смотрю, а у меня еще здесь два зеркала по бокам. А в прошлый раз я ему машинку продал, которая вместо триммера получается. Я его читал ее как машинку за 12 тысяч, а он стоит 7 тысяч, да. И вот он сел такой, короче, и он такой говорит, Юра, ты мне что майку испортил? А он такой, то есть прям вот волосиночкой. Он говорит, у него это просто, как я выходить отсюда буду. Я говорю, вот видишь, что значит бесплатно стричься. Он сидит как бы, у него лыба начинает это проскакивать. Он говорит, не, ну и как я пойду? Я говорю, хочешь, застираем. Все группы, все группы, именно пока вот сейчас укладка, именно с этой работой, управляются пока 3 человека, 4. Это Лейла, это Арслан, это Антон и Карина. Остальные ребята пока где-то перекручивают, где-то перетягивают, где-то торчит. Но просто так взять, сейчас не махнуть рукой и сказать, ладно, галочка, это мы сделали, пойдем дальше, не могу. Поэтому нужно будет обязательно задержаться немножко на этой работе, потому что из того, что есть сейчас, ярко выражаются только две. Третья, четвертая чуть-чуть натяжечка, остальные вообще не в тему. Поэтому сейчас, наверное, ребята будут это мыть, опять сушить, потом мыть, опять сушить. И пока мы не получим результата, мы не сделаем конкурсов. Ну что, каких-то, какой-то час, хотел сказать, каких-то минут 20. Уже целый час получается с ребятами сушим, уже раза по два, по три некоторые сушили, мочили, сушили, мочили, мочили, сушили. И кое-как, но результат начинает появляться, я думаю, еще полчасика и мы будем их выставлять в рядок и оценивать. Сейчас ребятам будет реально тяжело оценивать, потому что все большие молодцы. Даже те, кто будут занимать сейчас последнее типа место, первое с конца, все равно огромные молодцы. ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ! Вот, поэтому на самом деле тот результат, который был сегодня в 4 часа дня, мы сделали в десятки раз лучше сейчас. И я счастлив, что мы не зря потратили два, почти два часа времени на сушку, пересушку. Дай бог, чтобы завтра все это дело не добылось. Ребят, почему-то нереально плохо отсудили. Хочу задать вопросы некоторым из них и спросить, почему так плохо отсудили, когда уже столько работы было проделано. У нас сейчас отсудили все, честно говоря, я бы сказал прям отвратительно. Мы столько судили, столько делали работы, уже не должно было у нас возникнуть какой-то такой вот сложности. В чем сложность вообще скажи, из-за чего сейчас так случилось? Причем не только у тебя сейчас, я у ребят тоже спрошу. Не знаю. Просто так случилось, да? Да нет, мы просто привыкли в одну пятерку и как бы легче выбрать, ну, грубо говоря, не раз сразу здесь и то посмотреть надо. Их много просто, много. Ну и много спорных вариантов, ты не знаешь, то ли там, то ли там, то ли вот лучше, вот как у меня есть ситуация с этим. То есть я здесь впереди вижу, что бок проваленный, допустим, для меня, ну, как бы это, ну, даже, типа, лицо. Да. Вот, для меня это стало важнее, нежели, ну, допустим, ну, там я понимаю, что там очень красиво тоже. Надо отдельное лицо, отдельное стол. И боксим, что у меня сзади как кошка не это. Ты сейчас отсудил один из самых первых, но вот так сильно насвинячил. Аня у нас вообще забыла Жене поставить оценку. Что такое, посмотри, самая грязная твоя ведомость, с чем связано? Ну, в смысле, в том, что после пятерки, ну, у меня как бы две десятки было. Угу. Потом начал переправлять все оценки, потом, оказывается, никто туда поставил, потратился переписать. Ну, не ту, грубо говоря, которую я работаю, я вообще забыл и поставил эту оценку. Просто жесть. Вы все большие молодцы, как вы сделали работы. Очень средненько так этот, баллы настолько ровно прошли. Ну, а вы сегодня охренеть какие. Я сейчас буду разговаривать, как этот смайл в мультике, который, улыбаясь, все время говорит, я не пойму, вы меня увольняете или что. Он такой, я просто смайл, я не могу ругаться. Так что я сейчас буду говорить, херу узнать, что вы ускорят. И тут сразу некоторые забыли вообще, как судить надо вообще. Они номера начали путать с этим, блин. Кто-то вообще решил кому-то не поставить. А сын сказал, что я в черте, я не поставлю, я ничего. Вот. Интересно, конечно. Вот. Ну, в общем, то есть лидирующая, скажем, пятерка, она все равно, то есть выдержала. И основная масса, скажем, отсудили правильно. Народное жюри проголосовало следующим образом. Почти единогласно. У нас максимально наивысший балл суммарный. Это 110 баллов. И у нас 109 баллов появилась... Убилась. Получила Лейла. Почти единогласным решением. Кто поставил 9-ку? Если интересно, а потом задели плату, скажем, блин. Так. Это первое место. Второе место у нас заняла Карина Вербицкая. Третье место у нас занял Арслан. Четвертое место Антон. Пятое место Рупият. И я поставил шестое место, потому что от Рупият она отошла всего лишь на 1 балл. Это Евгения. Все, ребят, мы будем продолжать стричь. Хотя сейчас мы, наверное, просто разберем кое-что и, наверное, будем завершаться. Пишите комментарии. Ставьте места, которые вы считаете. Мы отсудили неправильно. Можете посмотреть. А мы дальше будем мучить ребят. Антон, иди сюда. У нас сегодня начинается программа по хэр-тату. Андрей вам сейчас представится. Кто он, что он, чем занимается, вы его наверняка уже знаете. Мы так-то хорошо обо всех рассказывали. Эти идеи на самом начале рассказывали. Он вам покажет то, что делает он. И постарается передать вам свой навык пошагово, степ-бай-степ, с полной отдачей. Поэтому какие будут у вас вопросы, задавайте их ему, если что-то не понимаете. Требуется, чтобы объяснял. Вот, в общем, он здесь сейчас, в ближайшие эти два дня. Потом еще будет. Там просто, кстати, посмотрите. В общем, берите его за голову и выручите. Ну, как зовут меня, вы знаете. Там, собственно, написано. Андрей Живаев. Я сам врачей из Сочи. В Сочи я в садик ходил детский. Врачей со школы. Потом так получилось. Шел в армию. Пришел с армии. И какое-то время я уехал в Сибирь. Там женился. Восемнадцать лет я прожил там. Собственно, весь мой старший пайский прошел в Сибири. Вот. И осенью прошлого года я вернулся сюда, в Сочи. Вот, благодаря этому, собственно, наверное, я сегодня с вами из Сибири. Вряд ли, конечно, получилось бы сюда приехать. Но не факт. Кто знает. Да, я к вам пришел со своими знаниями. Это HR2 и Faded. Очень интересная тематика. Я думаю, что вам все это понравится. Потому что, особенно в последнее время, это все более и более входит в моду. Сейчас ребята узнают очень интересную тему. HR2. Они это видели наверняка. Может быть, даже кто-то пробовал это. Но здесь конкретно они разберут степ-бай-степ, шаг за шагом с тренером то, как делаются и простые рисунки, и сложные рисунки, и 3D-рисунки. Андрей Живаев займется сейчас и в течение всего курса. Мы будем работать и с манекенами, и с клиентами. Вы и наблюдайте, если вам интересно. Это необычный ножевой блок. Этим ножевым блоком невозможно стричь, как обычной машинкой. То есть он не будет стричь. Это текстурный ножевой блок. К примеру, если мы берем, выдвигаем полностью нож. Получаем утрабритву. Мы берем, вот таким образом зажимаем пред. Делаем Point Up, по сути. Можно еще интереснее рукой движение добавить. Просто пыль в глаза пускаем. Но выглядит классно. Я видел, как немцы делают шоу на выставке. Вот с таким ножевым блоком. Они там их и подкидывают. Ну, креативненько получается, да. И волос очень остается срез хорошим, не рваный. То есть не рвет волос. Рубит. С точки зрения Handcraft Academy, Handcraft Master, вы будете изучать... Вот это выдержите, пожалуйста. Потому что это коммерческая информация. Музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Все перепачканы в тальке. Там происходит нечто невероятное. У нас сегодня Андрей Жавай преподает Hair Tattoo. У нас вот такие вот есть инструменты. Все сегодня взялись за ножи, за лезвие. Очень интересная работа происходит. Hair Tattoo. Нравится. То есть мы на болванах учимся сейчас делать рисунки. Это более такой интересный опыт. Я, наверное, буду потихонечку применять на клиентах. Очень полезно. То есть, ну, даже вот те же там краевые или что-то, вот эти бороды подобревать, ну, прям еще вот эту чистоту линий понять. Потому что, наверное, сколько мы сейчас занимаемся, да? Только-только начинают доходить, как он делает, как делается. Домужба. Потихоньку. И кромсают наши манекены. Очень красивые. В общем, ребят, я так думаю, все получается. Та услугу, которая в ханкрафтинге нужна. Ну, мне понравилось, интересно. И для себя я поняла, что самая у меня страсть к чему, это ножницы, тушевка. Я делаю постоянно в свободное время. И теперь вторая страсть. Но я думаю, что я буду оконтовку делать. Нет, прикольно, нравится, но не получается. На голове очень тяжело на этом манекене, этому болванию делать. Ну, контакт не такой уж… Не совсем такое приятное ощущение, конечно. Там кромсаешь манекен, заходит прямо в голову. Поэтому иногда нервничаешь. Иногда прям срезаешь там кожу. Ну, не кожу, а как-то верхний слой. Когда делала краевую линию пластилином, что мне очень понравилось в этой работе. Может, баланс у меня из пластилина не очень получился. Но вот эти движения по краеву просто по-своему. Страстно, интересно и хорошо. Вот это я обязательно буду делать. Потому что клиенты бывают разные. И бритье у нас… Да, оконтовка та же самая, то тоже самое мы можем. Ну, все равно сейчас, как-никак, бороды есть. Я не говорю сто процентов, что у «Хэнкрафта» абсолютно гладкое лицо. Но, опять же, те же краевые линии, чтобы были чистые. То есть, ну, вот эта работа очень нужна. Ну, а так, чтобы развить навыки, техники, там, руку, чтобы… Ну, мне интересно. Кромсаю. Что плакал клиент. Светимся? Звезды, потому что… Ну что ж, коллеги, сегодня я буду предоставлять вашему вниманию очень интересную технику работы. Это FATE. Это техника стрижки машинками. Это дымчатое плавное сведение в ноль, так называемое затухание. Достигается это с помощью искусной и правильной работы именно с машинкой и с насадками. Вот. Очень интересная техника вас ожидает. И я вам буду поэтапно все расписывать, рассказывать, как мы это будем делать, с помощью какой длины насадок, как будем регулировку высоты среза машинки регулировать. И тем самым будем все пошагово устраивать, все делать. Ну что, поехали? У нас завершающий день шестой недели. Впереди еще шесть недель. 50% пройдено. Прям звучит как-то даже страшно. Сейчас мы делаем площадку, делаем сведения на нет ножницами. Изучаем шлифовку, технику шлифовки. На этой неделе было много достаточно информации. Такая неделя была достаточно резонансная. Ребята, как вам эта неделька? Оттуда, оттуда, е-е-е. Сейчас монтажник наложит аплодисменты. Аплодисменты и грики. Все было круто! Все, ребят, давайте, до скорой встречи. Уже через неделю вы увидите седьмой выпуск, седьмую неделю. И уже совсем скоро наши ребята будут принимать клиентов. Потому что на следующей неделе будет у нас бритье. А после бритья у нас начнутся клиенты. И у меня начинают идти мурашки по коже, потому что мне чуть-чуть страшно. Ребята, кому страшно работать с клиентами? За меня, за меня страшно. Я, наверное, убегу в этот момент отсюда. Я ребятам сказал, ребят, меня не беспокоит в момент работы с клиентами. Вы знаете технологический процесс, вы знаете скрипты, выяснение того, что хочет этот клиент и как попасть в нужную форму. Вы знаете базу, и поэтому я вам фиг буду помогать. Но, конечно, это не так. Посмотрим, что будет на самом деле. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok